В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Болезнь 21 века. Растет число людей, страдающих паранхиальной астмой. Берегите питомцев. В городе появились докхантеры. Завершился дивизионный этап областных соревнований Нижегородская зорница. Далее расскажем обо всем подробно. Ежегодно в первый вторник мая во всем мире отмечают День борьбы с астмой. Его цель – информировать людей о симптомах, последствиях болезни, об оперативной диагностике недуга. Паранхиальная астма – самый распространенный хронический недуг. От нее страдает 5% взрослого населения Земли и 10% детей. Число больных астмой людей растет во всем мире. Для того, чтобы контролировать эту болезнь, под эгидой ВОЗ была разработана глобальная стратегия контроля аллергических воспалений – Джина. Ее пересматривают и дополняют каждые 2-3 года. По ней работают во всем мире – и в США, и в странах Африки. На основе Джина в России разработали национальную программу, по которой и работают наши специалисты. По мере накопления знаний стало понятно, что это одно и то же аллергическое воспаление, но с очень разными фенотипическими индивидуальными проявлениями. Астма у мальчиков, астма у девочек, астма и ожирение, астма и диабет, пульсовая бронхиальная астма, астма физического усилия, астма часто болеющих, инфекционно-зависимая бронхиальная астма, возрастная астма, профессиональная астма. У больных астмой возникают стойки дыхательной обструкции, которые не снимаются без применения специальных средств. Сдавливающие боли в груди, одышка, свист в легких, ночной сухой кашель, затрудненность выдоха. Эта болезнь не лечится, но при раннем выявлении ее можно хорошо контролировать. Важно вычислить то, что запускает приступы и устранить триггерный механизм. Но причина 15% от всех астм остается непонятной. Хорошо в борьбе с астмой помогают занятия и музыка. Занимаются хором, занимаются боевыми искусствами. Все, что с дыхательными упражнениями, очень идет. Очень идет для наших астматиков. Плавание, спортивная гимнастика, да все, что угодно. С конца 90-х Марина Юрьевна ведет астму-школу, проводит лекции для родителей. В рамках индивидуальных занятий она учит детей, как контролировать болезнь. С помощью этого самоконтроля можно менять уровень базисной терапии. Подход к каждому пациенту индивидуальный. Если ребенок справляется на негормональной терапии, контролируемое течение, без частых обострений, значит мы не будем использовать гормональную терапию. У нас идут другие средства для базисной терапии прикрытия. Если же ребенок не справляется, то мы начинаем базисную терапию и не обязательно на два года. Сегодня астма – это не приговор. Соблюдая все рекомендации медиков, человек может жить полноценной жизнью. И если в 90-е годы этот диагноз практически закрывал двери в профессиональный спорт, то сейчас астматики занимают призовые места на различных мировых чемпионатах. Диагноз – астма. Есть у футболиста Дэйвда Бекхэма, четырехкратного победителя Тур-де-Франс велогонщика Криса Фрума, двукратного олимпийского чемпиона, пловца Томаса Долана и других. Екатерина Апионова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Пожарная охрана Сарова обращается к жителям города с просьбой соблюдать требования пожарной безопасности при приготовлении пищи на углях и обращении с открытым огнем. Стационарные, непередвижные и непереносные мангалы, печи-тандыры, оборудованные по правилам пожарной безопасности, под ограничения, связанные с особым противопожарным режимом, попадать не будут. Обязательные требования к таким устройствам. Устройство должно быть стационарным, с жестко установленным основанием. Диаметр площадки вокруг не менее двух метров. Площадка должна быть земляная, асфальтированная, бетонированная и полностью очищена от растительности и мусора. Расстояние до любого объекта на участке не менее пяти метров. Необходимо наличие на площадке огнетушителя или воды. При использовании устройств для приготовления пищи в условиях особого противопожарного режима необходимо обратить особое внимание на погодные условия. В случае нарушения требований пожарной безопасности виновных привлекут к уголовной ответственности. Использование указанных устройств для сжигания мусора и в иных целях запрещено. При возникновении пожара звоните в пожарную охрану по телефону 101 или 01. В социальных сетях появилась информация о том, что в городе активизировались докхантеры. Куски мяса с иголками внутри находили на улицах Академика Негина, Павлика Морозова и Музрукова. Также докхантеры могут отравлять приманки для собак, крысиным и другими опасными ядами. Как обезопасить питомца от отравления и что делать, если это случилось? Ежегодно с приходом весны появляется информация об активизации докхантеров. На своих форумах в интернете они прикрываются благородными целями и уверяют, что их задача – истребление исключительно безназорных бродячих собак. Остальные – случайные жертвы. Но только случайной жертвой может оказаться кто угодно. Не только домашнее животное, но и маленький ребенок. Есть закон по защите прав животных и жестокому обращению с животными. И это не административное правонарушение, это уголовное нарушение. Поэтому всем владельцам, если вы увидели, что что-то непонятное бросает человек, тут же снимаем на телефон, тут же фотографируем. Многие владельцы пренебрегают безопасностью питомца и отпускают его на самовыгул. Наткнуться на разбросанные докхантерами вкусняшки собака может где угодно – в парках, дворах, площадках для выгула. А последствия такого перекуса часто плачевны. Это несправедливое дело. Почему? Потому что если мы разводим собак, мы должны отвечать за их жизнь. Поэтому я против. В траве приманки увидеть практически невозможно. И первые признаки отравления хозяева порой замечают слишком поздно. Чтобы минимизировать риски для жизни и здоровья, питомца нужно научить командам «фу», «дай» и «плюнь». Если в вашем доме живет четвероногий друг, то в аптечке всегда должен быть активированный уголь, а в телефонной книге номер дежурного ветеринара. Заметив за питомцем любые признаки недомогания, сразу обращайтесь к специалисту. И ни в коем случае не занимайтесь самолечением. В художественной галерее открылась выставка «Ультрамарины бюрюза». В экспозиции представлены более ста произведений Ирины Жемчужниковой и Натальи Костровой. Одними из первых работа нижегородских художников увидела наша съемочная группа. Гармоничный синтез живописи и керамики на выставке «Ультрамарины бюрюза» работы нижегородских художников Ирины Жемчужниковой и Натальи Костровой перекликаются буйством красок и созвучием сюжетов. С творчеством второго автора соровчане уже знакомились в 2012 году. А вот картины первого жители нашего города увидят впервые. Ирине Жемчужниковой достался ультрамарин, хотя он не главный в ее работах, если посмотреть на выставки. А Наталье Костровой, конечно же, досталась эта прекрасная бюрюза, которая как будто бы настоящий камень, многоцветно, сложна и с такими очень интересными рисунками. В одной части выставки посетители могут полюбоваться картинами и керамикой на тему путешествий и моря. Здесь афродита в пене, завитки волн, парусная регата, катер, который рассекает водную гладь, пестрые птицы, виды Байкала, Крыма и даже Испании. Здесь, наверное, зритель наш настроится на ближайшее лето, которое наступит вот-вот уже с приходом тепла. Я надеюсь, что с приходом этой выставки. Вторая часть экспозиции больше, конечно, связана с нашими нижегородскими краями и нашими соседями. Там и городская старина, и деревенский уют, и животные мегаполиса и деревенских окраин в керамике представлены. Выставка, в которой объединили более ста работ членов Союза художников России Ирины Жемчужниковой и Натальи Костровой, продлится до конца июля. Также организаторы планируют творческую встречу с авторами. Ближайшие сборные экскурсии для частных посетителей пройдут 4, 5 и 6 мая. Предварительная запись по телефону 7-02-87 или 6-64-09. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Детская школа искусств открывает набор на новый учебный год. На какие направления можно пойти учиться, с какого возраста принимают детей и какие программы реализуют Дыши, расскажем в следующем репортаже. Детская школа искусств объявила набор на новый учебный год. Для юных саровчан приготовили общеразвивающие и предпрофессиональные программы. В общеразвивающих малышам от 6 до 9 лет будут преподавать основы исполнительного искусства, а детям от 10 до 15 помогут освоить эстрадно-джазовое искусство. Очень востребована нашими горожанами программа подготовительного отделения «Раннее эстетическое развитие», на которое мы принимаем деток с 3 лет. И также у нас есть годовые программы «Архитектура», «Хореография», «Хоровое пение». Эти программы являются подготовительными для уже поступления на предпрофессиональные программы. Фортепиано, народные инструменты, духовые ударные инструменты, хоровое пение, хореографическое творчество и архитектуру изучают юные саровчане по предпрофессиональной программе. Возраст поступающих 6,5-9 лет. Своих талантливых учеников преподавательский состав помнит даже спустя много лет после их выпуска. Упускники с удовольствием возвращаются в школу. Есть выпускники, которые работают в нашей школе. Екатерина Викторовна Терешкина, Ирина Николаевна Минеева. Но есть выпускники, которые сейчас обучаются, например, Московская государственная консерватория, выпускники консерватории Московской. Они приезжают к нам с концертами. Олег Худяков, Аня Рудакова, Полина Шевлягина, которая сейчас является студенткой Казанской консерватории, Алексей Колымаев, Николай Сезонов. Много. Заявление о приеме принимают в детской школе искусств по адресу улица Гагарина, дом 22. Более подробную информацию о правилах приема можно узнать по телефону 98400 и 98402. Завершился дивизионный этап областных соревнований Нижегородская Зорница. В состязании приняли участие семь команд старшей возрастной группы образовательных учреждений из Нижегородской области. Саров представлял победитель муниципального этапа соревнований военно-спортивный отряд БАРС школы номер 5. Более 10 лет царовским командам не удавалось занять призовые места в дивизионном этапе соревнований Нижегородская Зорница. В этом году воспитанники военно-спортивного отряда БАРС в упорной борьбе завоевали второе место, набрав равное количество очков с победителями. Одного и того же места дубляжей быть не может, поэтому кому-то необходимо присвоить все-таки второе место. И поскольку в положении прописано, что такими критериями является тактическая подготовка и туризм, то по тактической подготовке первое место было как раз у Суроватской школы, а второе место было у нас. Школьникам предстояло преодолеть переправу и полосу препятствий, продемонстрировать навыки строевой подготовки, стрельбы, метание гранат, сборки-разборки автомата, проверить свои знания в военно-исторической викторине. Бороться ребятам пришлось не только с соперниками, но и с погодными условиями. Меня вызвало сложности это, наверное, отжимания, потому что мы их выполняли во время сильного ветра и шел дождик. То есть мы когда отжимались на доску ГТОшную, капал дождь, и нам было скользко руками держаться. Еще нам судьи говорили, что можно отдыхать, но на отдых они нам давали время раз-два-три. Призовое место в дивизионном этапе позволит ребятам продолжить борьбу в финале областных соревнований. Под руководством капитана отряда Александра Решетова они усердно готовятся к следующему этапу и прорабатывают свои ошибки, чтобы в финале занять высокие места. Мы сейчас несомненно отработаем то, что у нас было хуже, то есть это туризм, отработаем, отработаем и еще потянем историю. Мы набрали хоть второе место, но по сумме баллов можно намного лучше все-таки выступить. Также будем уделяем внимание одеванию общего искового защитного костюма ЛЗК, потому что другие команды выступили получше, чем мы. Финал соревнований пройдет с 12 по 15 мая в лагере «Салют» городецкого района. В молодежном центре состоялись городские соревнования по плаванию для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В них приняли участие воспитанники спортивной школы «Икар» молодежного центра 9-го интерната 13-й и 7-й школ. Подробнее о том, как проходили состязания, расскажем в следующем репортаже. Двойное золото городских соревнований по плаванию для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью завоевал Дмитрий Шаров. Воспитанник спортивной школы «Икар» показал лучшие результаты на дистанциях 50 метров на спине и 50 метров бутерфляя. Самая сложная дистанция это была 50 метров бутерфляя, потому что там идет как бы нагрузка больше и из-за этого устаешь больше. Спина, ну она для меня легкая. Плаванием Дмитрий занимается 9-й год. Кроме этого еще успевает тренироваться в волейбольной команде. Нравится и то, и другое. По словам юноши, спорт заряжает его энергией, дает почувствовать внутреннюю силу. Ну, плавание меня мама записала сама, то есть в волейбол я хожу в школу, то есть мы в школе тренируемся. То есть вот три года назад нам сказал школьный тренер по физической культуре, что открывается такая-то группа и идет набор, то есть мальчиков и девочек. Ну мне как бы стало интересно, ну и вот понеслось. На соревнованиях в молодежном центре свои силы попробовали спортсмены из пяти учреждений города. В прошлом году из-за пандемии традиционные соревнования провести не удалось. Поэтому в этот раз организаторы и участники были особенно рады встретиться на турнире. Общее число детей в районе 20-23 человек плавали различными стилями. Это кроль на груди, кроль на спине, бутерфляй и брас. Все прекрасно проплыли, хорошо достойные результаты, все старались, соревновательный эффект достигнут. Победители-призеры городских соревнований по плаванию для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью получили медали и дипломы Департамента по делам молодежи и спорта. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова